вкус разные например да ребятушки с нами как раз таки представителем 10 square games добрый день всем привет добрый да меня зовут михаил агапов и я ведущий разработчик of the games ваша я прописываю все дела инициативу убери хорошо у вас мобильные игры в основном да 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 мы сфокусированы на free-to-play мобильных играх не то что в основном а это единственное направление которое в настоящий момент развивается 10 square games хорошо мобильные игры они в основе своей воспринимаются как нечто такое что-то максимально простое банальное наверняка почти сто процентов вы сталкивались и сталкиваетесь с какими-то трудностями расскажите немножко о них и что требуется для разработчиков чтобы преодолеть да да конечно как как вы правильно заметили с внешней стороны игра может выглядеть очень простой но конечно а под капотом и и внутренние процессы они совершенно иные и на самом деле челленджи трудности они возникают прям вот с первых дней разработки конечно зависит от а команды от компании в которой тот или иной человек работает но я в целом буду говорить про 10 square games в первую очередь как конечно мы а мы ориентируемся на очень долгий жизненный цикл продукта то есть даже после релиза если этот продукт успешен мы поддерживаем а его долгие годы это означает что прямо с первого дня должен закладываться очень грамотный и состоятельный фундамент для будущей архитектуры а проекта потому что в будущем как и конечно же много людей будут работать на той или иной игрой и а это означает что а фундамент такой должен быть очень крепким и решение а нужно выбирать очень основательный следуя рынок который подходит под тот или иной проект а боль более того это приводит еще еще как еще к одной трудности сама игра сам геймдев он очень изменчив и потребности игроков а тоже очень быстро меняются они не стоят на месте и каждый разработчик должен под них адаптироваться а и конечно же все наши решения как внешние так и внутренние они тоже должны быть очень бы они очень могут быстро меняться соответственно наша архитектура архитектура игры и наши внутренние процессы должны быть очень гибкие бой более более того когда например мы видим что игра достаточно успешно возникает проблема масштабируемости это то и это тоже очень интересная отдельная тема потому что для наших игроков мы должны предоставить наилучший игровой опыт а и здесь очень большой объем работы как для серверной части так и для клиентской части и для всей команды в центре чтобы чтобы обеспечить необходимый вот такой дружелюбный очень опыта для игрока конечно же требует определенной квалификации от наших сотрудников и от умения и умение работать а в команде слушать потребности различных департаментов внутри команды будь то программисты художники аниматоры геймдизайнеры тестировщики а и и все остальные вот как раз про команды речь зашла вы предпочитаете вообще какие команды большие маленькие насколько стиль работы меняется зависимости от численности коллектива ну да я я конечно для себя я конечно предпочел бы более менее маленькие команды и в тэнс player games мы пытаемся поддерживать этого подхода то есть мы не раздумываем команды для каких-то больших размеров и для этого есть несколько оснований несколько причин а ну ну во первых что когда работаешь команде что вообще как бы хочется для себя первую очередь это как-то влиять на все процессы и влиять на то что происходит и и у на у нас как команды по всех командах games и конечно не ничто не начать начертано на камне не что как бы не может быть подвержены изменениям то есть мы постоянно эволюционируем наши процессы нашу разработку наше решение постоянно учимся на наших ошибках мы где где-то мы проваливаемся потом опять как бы встаем на ноги а делаем выводы из-за из допущенных упущений и улучшаем наши наши процессы то что мы делали и для для того чтобы стать лучше и работа в относительно небольших командах как раз и предоставляет такую возможность непосредственно оказывать значительное влияние на продукт и быть услышанным то есть если ваши а если у вас есть идея независимо от того кем вы работаете независимо от того в каком департаменте то они могут быть услышаны и услышаны не только в команде но и в компании и и реализованы и вот классно классно а как выглядит у вас совместная работа команд вот этих маленьких а вы вы имеете ввиду внутри разных департаментов в одной команде или что что вы что вы конкретно имеете ввиду ну вот да вот у вас есть вы сказали вот вы придерживаетесь в тэн скверу то что вот работа каких-то маленькими командами и когда они между собой коммуницирует но как как правило каждая команда она все-таки выделена под свой собственный проект а и но мы постоянно обмениваемся опытом то есть это какие-то общие решения и общие а тенденции которые которые мы наблюдаем в геймдеве какие какие-то не какие-то интересные вещи которые мы разработали и хотим поделиться с командой для этого есть соответствующие инициативы по всей команде по всей компании в целом соответственно чтобы мы не повторяли чужих ошибок чтобы мы к учились а у нас допустим постоянно проходят митинги формате а комьюнити прэкчис то есть где мы где мы делим делимся своими разработками или акцентируем внимание на то как мы улучшили тот или иной процесс то есть мы просто мы постоянно обмениваемся идеями а то как их можно улучшить чтобы каш каждый из команд работающий над своим собственным проектом а могла могла получить самую свежую информацию и поделиться своими идеями и опытом на соответствующую тему а как команд у вас много какие-то большие какие-то маленькие как ковид повлиял насколько сильно изменил работу я я смотрите я присоединился команде уже такой в полу наверное а пост к видное время то есть это был октябрь прошлого года насколько и мы сразу начали удаленно работать насколько я знаю компания политика компания сейчас следующая компания очень сильно расширяется и соответственно потребности в сотрудниках достаточно быстро растут и один локальный рынок их польский не может удовлетворить все эти потребности соответственно а компания полностью ориентирована на удаленную разработку и ищет а ищет специалистов со всего мира удобно игровая индустрия известна своими кранчами большими бюджетами что вы по этому поводу думаете как вашей компании удается остаться ориентированными на людей и своих сотрудников то есть да очень очень интересный вопрос вы совершенно правы наверное раньше это огромная просто тема огромный пласт недовольства среди всей разработки не только в геймдеве но здесь как правило когда приходишь на собеседование так говорят ну мы стараемся не кранчить нет мы в камы в компании не стараемся не кранчить мы не кранчем это правда да тебя теперь правда они конечно же возникают различные порой проблемы которые необходимо решать и достаточно срочные но все любая любая работа а вне рабочих часов это всегда добровольно боль более того это всегда полностью компенсируется свободными часами в другие дни то есть в этом плане компания старается сделать максимальное удобство для сотрудников в том числе это касается а и больничных и какие-то часов которые вы можете взять для себя лично для ваших собственных нужд то есть который вы просто потом вернете когда опять же вам будет удобно здесь компания полностью ориентирована она сотрудникам а пробега да вы еще наверное спросили да про бюджет и да собственно естественно если у вас есть очень много идей но нет бюджета будет очень весьма сложно их реализовать но в компании сейчас находится в такой а выгодном положении что обладает значительными финансовыми средствами для реализации а идей множество сотрудников и для образования отдельных команд для тех или иных проектов как тогда выдерживается баланс вот этот хороший между pay to win и честный бесплатный игрой а я бы я буду говорить лишь со своей точки зрения как с точки зрения наверное более технической персоновой разработчика а мне да да то есть а я да как 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 мне кажется что в первую очередь конечно же нельзя а любого игрока ставить такое невыгодное положение когда перед ним стоит некий по его через которую он не может пойти вообще никак то есть лучше лучше и лучше всего а как бы игроков разделять на какие-то группы где они будут себя максимально комфортно чувствовать независимости от того платят они или нет но в то же время показать например игроку что явно показать это игроку чтобы это было понятно что для достижения какого-то определенного прогресса он может потратить свои силы и время не привнося никаких финансовых средств но как бы для него это будет понятно что допустим он там за месяц может это сделать и дальше предоставить ему выбор хочет он это сделать за месяц или он хочет как бы процесс это ускорить но главное обеспечивать максимальная комфорт комфортную зону для каждого нашего игрока ваши бы слова до большинства разработчиков мобильных игр в ушах лично от меня вопрос какая ваша любимая игра ну и если там не допустим не в плане там игра играть что было интереснее всего может там разрабатывать у танцкверов так далее да я могу принципе ответить на оба вопросы про любимые игры про любимую разработку да это я сейчас на проекте hunting clash это один из самых крупных проектов 10 square games и а то атмосфера доверия это атмосфера прозрачности которая сложив складывается в команде но в принципе также как и во всей компании она очень мотивирующая это то есть то как то как мы обсуждаем то как мы генерируем идеи то как мы взаимодействуем дает не дает мне право сказать что этот проект наверное мой самый самый любимый разработки то есть мы мы всегда в движении это это очень важно то есть мы адаптируемся под быстро растущий рынок под меняю под меняющиеся предпочтения игроков во всех направлениях в том числе и техническим и а предложение от всех участников процесса они услышаны том числе от меня и конечно же это это очень здорово для меня а если говорить про именно люблю любимые игры то а я я сам по себе предпочитаю pc гейминг и а какие-то очень хардкорные игры вроде dark souls да так что пострадать это вот мое не только во время разработки но и во время игры не мая уважаю как вы считаете мобильная платформа когда-нибудь получат собственную игру уровне видимо к потому что например вот про ту же в яр говорили что да ничего там не будет да никогда да это так там аттракцион поиграть потом там вышла условная алекс все таки вау трипл эй на вир будет ли какой-нибудь трипл эй на мобилке ну мои мое мнение по этому поводу следующее то здесь как мы оцениваем будет ли что-то подобное видимо быть маку на мобильной платформе то есть если брать критерии а а это того того что это может принести игроку и на то как увлечен игрок наверное у нас уже есть такие проекты потому что это показывают и финансовые доходы то есть например раз сравнимая ревенью с ведьмаком третьим уже приносят мобильные проекты на протяжении нескольких лет ну и плюс как они конечно требования сами по себе для мобильных игр и для писти игр они немного разные то есть когда мы говорим про писти игры это все-таки а как бы большой экран это действо эта музыка это что есть так что какие то если мы говорим о трипл эй проектов это что-то такое приближенное кинематографическим эффектом но когда мы говорим про мобильный гейминг и требования другие то есть игрок не ожидает того же самого от мобильных игр что он ждет от пк и поэтому поэтому я считаю что вот такое сравнение но не совсем грамотное в этом в такой в такой вот степени и что пажа пожалуй это вообще мобильный рынок он весь он весь гораздо более растущий чем и си гейминг и уже по последним показателям 20 20 года он уже превзошел по доходам а и как консольные и пока гейминг вместе взяты и поэтому то есть видно что что игроки выбирают что они предпочитают и даже то есть сегодняшние те проекты которые уже есть на рынке можно назвать но если не трипл эй то очень успешными это доказывает финансовые показатели цифры может подскажете что у вас планируется в будущем из игр новенького но такое спойлеров и нарушения нди воу это будет наверное сложно ну а да как я как я говорил компания очень сильно развивается развивается во многих направлениях то есть чего можно ожидать это игры разных жанров в отличие от тех которые сейчас присутствуют уже в сторах то есть мы мы как и любая наверное другая успешная компания стараемся охватить наибольшую аудиторию насколько это возможно ну и поэтому естественно мы будем охватывать наибольшее количество жанров еще такой вопрос опять же отлично от меня пока я не забыла а вы получается получается между собой общаетесь в основном на английском языке правильно да и да и да это правда у нас ну не в основном скажем так компания начала переходить на вот такие международные отношения наверное год полтора назад и это соответственно следует из этого что большинство в команде на тот момент когда я присоединился было польскоговорящими даже если они не из польши сейчас естественно эта тенденция она сильно изменяется у нас уже гораздо больше сотрудников например из румынии из италии из россии из даже если меня не изменяет память из сша из бразилии поэтому естественно наш основной язык это английский да я бы даже сказал что это чувствуется конечно отсутствие акцента вот этого типичного русского чувствуется в произношении русских слов нет английских слов акцент немного такой нетипичный русский вот не вот эти вот сезон пока гейминга попробуйте поработать в такой англоязычной обстановке и ваш произношение тоже быстро изменит не тяжело было сначала или как-то чем дальше тем легче там язык да 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 вы абсолютно право чем дальше тем легче сначала сначала немножко было стрессово общаться совершенно незнакомой обстановке то есть это была моя самая первая позиция в зарубежной компании и конечно же это было очень очень необычно то есть я не знал как владеют языком другие члены команды как взаимодействовать как как уже упоминали между команды но как оказалось все очень просто язык нарабатывается в правильной обстановке в заинтересованной обстановке профессиональной очень быстро особенно когда вы говорите про те темы которые вам интересны которые а как вас побуждают действия то язык очень быстро перестает быть препятствием то есть это буквально дело наверное первого месяца более того а вот еще то что у вас интернациональная команда там ведь ну так или иначе у всех свои акценты тяжело например я не знаю сидеть там с двумя разными людьми у которых там не знаю условно один француз другой итальянец и у них же у всех они как бы по-разному этот английский происходит тяжело понимать было ну мы находим common ground для для всех нас но конечно же есть сложности ну например например поль польский акцент очень похож на русский поэтому вы что с быстро к нему привыкаешь американский например нативный язык очень флюинт из-за этого как бы на наше сознание наш мозг не очень привык к нему но да но вот в основном все стараются говорить достаточно просто и понятно особенно когда как вы упомянули встречаются люди а разного уровня из разных стран но и тем более мы придерживаемся а в процессе профессионального общения каких-то терминов а эти термины как правило не англоязычные тем более менее известны во всем мире поэтому это конечно же тоже облегчает наше взаимодействие в процессе коммуникации ну да в чем плюс когда у людей английский язык не родной они точно так же как и ты пытаются говорить максимально просто чтобы не сказать что то какую-то глупость и не ошибиться именно скажите пожалуйста есть ли у компании какие-то планы идеи выхода на рынок пк или может быть консолей а на насколько я не берусь сейчас точно сказать что на сто процентов уверен но скажем так в этом году наверное точно нет так точно нет потому что как я уже упомянул и это все-таки разные рынки с разными приоритетами с разной аудиторией а с разными требованиями более более того последние показатели показывают что мобильный геймдев он гораздо более гибкий и гораздо более быстро развивается соответственно он отъедает огромный кусток от консольного гейминга от мобильного гейминга от консольного и от пк гейминга и поэтому как бы многие компании могут себя чувствовать хорошо только развиваясь в мобильном направлении а в чем разница вот прям вот существенная между аудитории мобилок и аудитории там пока условного но а их требования здесь например для мобильной игры мы привыкли что это что-то такое соревновательное которое нас побуждает действовать и постоянно привлекает наше внимание плюс к тому же в мобильной игре очень важно важно длина сессии ну например никто при приобретали как бы будет очень широкая аудитория играть в очень-очень успешные хиты на мобильных устройств пока египа пока едет там метро или в электричке или были просто идет по улице то есть тоже самый допустим ведьмак наверное а очень сложно в прямом прямом как бы смысле без изменения перенести на мобильные устройства и назвать эту игру успешной потому что как длина сессии очень большая и мир очень большой и требует совершенно другого инвестирования вашего времени для этого ну и соответственно поэтому здесь аудитория очень сильно разнятся а то есть кто-то кому-то важно допустим сесть за компьютер если у него есть время включить ведьмака или там cyberpunk или что-то в этом роде и насладиться там трехчасовым геймплеем до след пройти там пару десятков квестов а другая же аудитория на постоянном движении в процессе то есть не может отвлечься от своих текущих а жизненных бытовых задач и поэтому для них мобильный гейминг он более приоритетный более желатный да тут наверное можно привести в пример банально посмотреть на порты гтшек что у нас там еще такого крупного было портировано что недостаточно слабо популярны стали в итоге ну да 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 если если это не происходит именно такого умного портирования с изменением концепции но если допустим с этим остается ну например что мы видели если я не уверен не уверен как это точно называется на мобильном карим да то есть он был там как бы этот сеттинг был портирован я точно не помню какое название у этой игры на мобильный но сама идея полностью переработана elder scrolls blades вроде ли да да именно так blades а то есть это проект полностью адаптирована под а мобильные устройства но сеттинг оставлен с компьютерной игры то есть фактически аудитория их целевая это и тех кто кому нравится сеттинг кто играл компьютерные игры и также новая аудитория от которой приходят из мобильного гейминга в целом из этих механик из переработанных механик которые обычно привыкла аудитория видеть именно на мобильных устройствах так но и последний вопрос наверное как думаете что ждет мобильные платформы в будущем ну да а вот вы уже упомянули а эр и пиар гейминг и я действительности считаю что на текущий момент потенциала не аэра не пиара полностью не раскрыт то есть мы все еще лимитированы ношением каких-то больших устройств для виара то есть это такой стационарная позиция которую мы должны делять определенное время остановиться как бы и непрерывно вести а вот это вот этот процесс геймплея но для мобильных платформ это не особо свойственно остановиться то есть это бы не охватило очень большую аудиторию поэтому поэтому я жду очень большого прорыва а такого революционного даже не эволюционного в этом направлении когда мы сможем не отрываясь от наших собственных повседневных задач комфортно а погружаться в яр или аэр вир также да также я считаю что а многие вот сейчас а компании даже вот на примере без связи с плейтс они стараются адаптировать свои продукты которые пришли из на из настольных из компьютерных игр в мобильные именно вот суммы адаптации даже то есть мы бы допустим видим на примерах того же допустим пабджи который был портирован практически без изменений на мобильную платформу что он даже успешен успешнее по моему даже чем пабджи на пока ну да вот да это я так понимаю та же самая ситуация с игрой от epic games напомните мне пожалуйста название фортнайт до фортнайт да все верно то же самое то есть здесь именно такое вот совпадение аудитории когда удовлетворяют потребности а завсегдатаев диабло скоро выходит генши ну вот вот видите вы уже привели очень много примеров куда стремятся выйти все компании которые изначально были сфокусированы только на пока гейминге причем мало кого можно вспомнить кто из мобилок вылезает пока гейминг а вот наоборот как раз таки да из мобилок из мобилок вылезают это потому что многие платформ многие движки позволяют изначально разрабатывать просто платформенные игры и например free-to-play а гейминг на пока он тоже достаточно большой и то есть эта игра они прям без изменений портируется портируется на пока и выходят в steam но они опять же преследуют ту же самую следу той же самой модели free-to-play то есть где у вас фактически нужно делать какие-то покупки это уже больше свойственно мобильного но такие примеры есть ну покупки в играх это отдельная история да да конечно но тем не менее модель такая же как мобильных играх у нас уже время подходит к концу всего большого да и вам спасибо большое за возможность как раз таки интересно спасибо закончим интервью видео про тэн square games смотрите наслаждайтесь а Субтитры подогнал «Симон»